Сегодня, а мы с тобой сразимся, да, твой подводный дрон против моего. Подводные дроны сегодня отправятся за жуткими насадками. Ооо, ты это видишь? Вадим Шланг, посмотри, что заснял мой подводный дрон. Ох, это невозможно. Вы смотрите канал Жизнь Вия, где новый видеоролик выходит каждый день специально для вас. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или же Вия. И вы смотрите канал Жизнь Вия, где новые видеоролики выходят специально для вас. В моих руках бензопила и подводный дрон. Вы знаете, что это означает. То, что сегодня мы отправимся на поиски жутких кадров и, возможно, жутких находок с помощью этого самого поискового дрона. Но мы решили разнообразить сегодняшний видеоролик и для этого я пригласил Вадима Шлака. Он нам сказал, что у него тоже есть подводный дрон и сегодня вы увидите битву подводных дронов. Только где твой подводный дрон? Я его никогда не видел. У меня тоже, конечно, есть дрон, но у меня специально эксклюзивное издание. Чего? Спортивный дрон. Спортивный дрон? Да. А чем он отличается от нашего-то? Он лучше. Он лучше? По каждому я просто словам не верю. Вот. Что это? Это, по сути, как и ваш дрон, только улучшенная версия AMG. AMG? Да. AMG-версия подводного дрона? Да. И чем же она лучше? Ну, во-первых, стильный дизайн. Хорошо. Во-вторых, это улучшенная техника и камера. Я думаю, сегодня мы проверим, что найдет больше жутких кадров. Классика или дорогие понты? Твой дорогой дрон тебе сегодня точно не поможет подготовить землю, так сказать. Я, кстати говоря, научился обращаться с этой пилой. Сначала снимаем кофр, проверяем натяжение. Нормально. Делаем раз, два, три. Потом вот эту штучку сюда. Потом делаем один вот этот штучку сюда. И потом включаем зажигание. Все, Вадим Флаг. Все готово к запуску подводного дрона. Подписчики могут спросить, а чего вон туда не запустить дрон? Это очень опасно, потому что такие пролинии, они повсюду. Чем ближе к этой штуковине ты подходишь, тем выше вероятность того, что ты можешь провалиться. Поэтому ближе, чем на два метра к таким штукам подходить нельзя, ребята, ни в коем случае. Поэтому мы на безопасном расстоянии, на расстоянии трех метров, делаем эти проруби. И будем здесь устраивать нашу битву подводных дронов. Вот так вот. Ну что, Вадим Шлаг, это будет твоя лунка. Запускай свою AMG сюда. Для своего AMG я буду использовать iPhone 11 Pro Max. Вот, в золотом свете, стильный дизайн, так же, как и стильный дрон. И погружение. Так, включаем. Да, кому-то явно не хватает опыта, Вадим Шлаг. Ты бы хоть со своим AMG потренировался. Ладно, пойдемте к нашей лунке, потом посмотрим, что тебе удастся сегодня найти. Вадим Шлаг уже начал свой поиск с помощью подводного дрона. Но мы сейчас сделаем другую лунку, чтобы обследовать другой участок территории. И... Что ж такое? Дать подсосали, выключили. Раз, два, три. Потом выключили. Один раз. Включили. И... По инструкции надо что-то действовать. Времени у нас не так много, поэтому я сделал очень маленькую лунку. Но нам много и не надо, просто погрузить туда дрон. У нас, конечно, не AMG, у нас обыкновенный желтенький дрон и не iPhone 11 Pro Max, как он там выражался. У нас обыкновенный Android, зато защищенный от холода. И, собственно, дрон тоже у нас вполне себе подходящий. Именно с этого дрона нам удалось обнаружить уже не одну жуткую находку. Вау! Вау! Вот это крутит! По-моему, что-то я делаю не так. Смотрите. Просто бешеная тряска была сейчас. А сейчас вроде все, более-менее. Так. Я на дне, я на дне. Так. Че, как у вас дела? Нормально. Нет. Че-то меня крутит, как-то. Так вот, не шлак. Это ненормально? Да нет, ты настрой свои турбины вот так вот. Вот это сегодня явно новичок. Я вернусь в своем уроке лучше. Это ненормально, мне кажется. Я пока продолжаю следовать, но... Но, если честно, я сегодня думаю, что у Вадима шлака нет ни одного шанса, потому что вы видели, как он с дроном вообще управляет. Че за жесть? Даже несмотря на то, что у него там АМГ, несмотря на то, что у него Айфон, как бы это все, как я говорил, просто понты. Пока я тоже, на самом деле, ничего не нашел, но еще не вечер. Так. Ну, я потихоньку вот разобрался вроде с управлением, уже не так сильно сносит. Вот. Пока просто исследую дно. Надеюсь, найду что-нибудь стоящее, интересное быстрее, чем он. Так. В принципе, как обычно, пока исследую дно. Очень красиво здесь, очень много ракушек, очень необычно. Но место-то, кстати говоря, необыкновенное. Есть информация о том, что здесь тоже раньше происходили какие-то сражения. Но не совсем сражения, в прямом смысле этого слова. Скорее склад различной странной техники. И будет неудивительно, если мы найдем сегодня здесь какие-нибудь странные оружия или что-нибудь жуткое. Но пока только обыкновенное дно. Но очень красивое и необыкновенное. Воу! Воу! По-моему, это оружие. Оружие вот дуло, вижу. Дуло вот так продолговатое такое. Может быть, наган или... Стойте, там... Ну, больше похоже, наверное, на револьвер. Вот этот вот барабан, вот этот вот, я не знаю, что-то похожее на него. Круто. Ну, блин, снесло. Снесло течением, но я записал, записал это. Что? Он нашел... Он нашел револьвер! Пистолет? Первым? Ладно. Просто новичкам везет. И все. Я говорил, что здесь много различных находок. И Вадиму Шлаку сегодня повезло. Ты видел? Там что-то было. Что-то странненькое. Мне показалось или... Я это видел. Вот эти странные, очень страшные вулканы подводные. Я не знаю, что это, но выглядит очень жутко и необычно. Как будто бы это место отравлено. Может быть, это радиация или что-то. Пусть подписчики напишут в комментариях, что это за странные такие волнистые туманы подводные. Напишите в комментариях, что это такое. Самый яркий комментарий я отвечу сердечком, а кому-то я даже отвечу лично. То есть напишу комментарий на ваш комментарий. Так что не стесняйтесь, пишите ваши комментарии. На самом деле исследовать дно с помощью дрона это очень необычно и здорово. Думаю, что мне это капец как нравится. Пока я исследую эти туманы, наслаждаюсь красотами. Вадим Шпак там тоже что-то ищет. Подожди, стой. Что это? Мне показалось? Нет. Вот оно, ты посмотри, какой странный хвост. Что это? Это ракета? Это ракета! Или, точнее сказать, это мина. Это мина, реально это же мина. Такие используют. Она не разорвалась по той причине, что попала в воду. Она не разорвалась. Так, подожди-ка. Подожди-ка, я хочу показать ее подробнее. Течение очень сильное сносит. Но мы можем с вами рассмотреть очертания этой мины снова через эти дурацкие подводные туманы. Не знаю, что это такое, но посмотри-ка. Посмотри, как это странно выглядит. Это очень жутко. Блин, жалко, что течение такое сильное. Так бы я в нее дроном въехал, чтобы посмотреть, что будет. Ну, я шучу, конечно же, на самом деле. Ни в коем случае не пытайтесь повторить ничего, что может причинить вам вред. Или ничего, что вы увидите в этом видеоролике. Мы никого не призываем к опасной или противозаконной деятельности. Все, что вы здесь видите, сделано только в ознакомительных целях. Никакого призыва здесь нет. Поэтому просто ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самый эксклюзивный контент, который выходит на канале «Жизнь Виа». Но я продолжу исследовать днище. Ну, пока я продолжаю. Там, говорят, Виа нашел мину. Ну, и странно, что он не въехал в нее. Ведь он у нас любит эксперименты. Я думаю, был бы жесткий бум. Блин, вот эти вот подводные вулканы. Это вообще так красиво и круто смотрится. Стой. Чего? Что это? Я что-то видел там. А? Чего? Он опять что-то нашел? Так. Там что-то есть, оператор. Там что-то есть. Это граната. Это граната. Да. Чего? Я нашел гранату. Реально граната. Блин, сносит, сносит. Да подожди, вон она, вон она. Капец, ведь реально граната. Такая старющая еще, капец. Как ты? Как так? Я нашел только одну мину. Надо слышать. Это ты, а это я. Эмджи. Нет, 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 нет. Я возвращаюсь с твоей лунки. Что это? Смотри-ка. Я на что-то опять наткнулся с помощью своего подводного дрона. Это мне очень напоминает приклад от какого-то оружия. Он очень старющий, почти сгнивший. Не знаю, может быть это обыкновенная палка, но напоминает все-таки мне приклад. Выглядит очень жутко. Напишите в комментариях ваше мнение, что это может быть. Если приклад, то от какого оружия? Но вообще выглядит, конечно, жутко. Да. Дно здесь очень красивое. Очень старое. Очень необычное. Хранит в себе наверняка много тайн. Но судя по всему, сегодняшний челлендж заканчивается. И то, что мы нашли на данный момент, это уже все. Давайте подводить итоги. Что, ты достал своего дешевого дрона? Да, вот он. Ну, что я могу сказать. Пусть подписчики все-таки решают, кто победил в сегодняшней битве дронов. Где, кстати, говорят, твой дрон? В той лодке. Доставай его. Нельзя хранить так долго. Ты что? Под водой. Но вы в любом случае напишите, кто, по вашему мнению, в сегодняшнем челлендже победил. Новичкам, конечно же, везет. Но моя находка может быть более жуткая и более интересная. В общем, тот, кто победил в этом челлендже, зависит от вас. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, если вам нравится подобный контент. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну, а с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Со мной был Вадим Шлак, он куда-то опять ушел. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.